Субтитры делал DimaTorzok 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 Говорит, три дня без света коротали как могли. Каждый искал занятия по душе. Надеется, что ситуация скоро наладится. Дрова рубили. Дрова рубили, книги читали. Покупается фонарик налобный. Очень хорошо для чтения. Платно потерпим до декабря. На полуострове взлетели цены на электрогенераторы. Кто может, покупает. Кто нет, вспоминает, как пережили 90-е. Господи, я сегодня четко думаю. Как мы пережили 90-е годы, когда Юля была. Не было ни пенсии, ни зарплат. Да ничего. В лес ходила я. Носила дрова. Сколько смогу принести. А это ж ерунда. Да я не чувствую, что плохо, что компьютер. Не могу сесть за компьютер поиграть. И все. Все проблемы. А сейчас, сказали, вот это в магазине была, на генераторе цена поскочила. Аж до 90 тысяч. Кошмар. Люди что-то на этом делают деньги. На нашей же беде. Больше всего в селах и поселках страдают маленькие дети. В основном из-за отсутствия воды. Народ недоумевает, почему так произошло. И теперь они вынуждены жить в неудобствах. Ну что это, вот маленький ребеночек, три месяца. Не подогреть, не помыть ребенка. Ну что это, ни воды не накачать у каждого. Вот эти агрегаты стоят, покупают. Они стоят сколько? Совсем, я не знаю. Причем Украина, это что она к нам прицепилась, что мы ей плохое сделаем. Мы ей плохое ничего не сделаем. Они вместе с нами там не могут разобраться. Проблемы есть и у школьников. Выпускникам приходится делать уроки ночью. Такие условия нам не нравятся. Нам вообще неудобно. Мне вот, как учениц 11 класса, без света неудобно готовиться к экзаменам. Поэтому приходится вставать ночью, искать информацию, чтобы получить какие-нибудь знания. Есть и те, кто вообще не знает, почему в населенном пункте нет света. Так как ни радио, ни телевидения нет. И о причинах отключения эти люди не слышали. А, поэтому тут света нет? Я не знаю, что там у них. Я в этом деле не в курсе. Ну, трудности как. Ничего не сготовишь. Потому что у нас электроплита. У нас газа нет. И вообще без света спать ложусь рано. Плохо без света. Жители сел не знают, на кого надеяться. Говорят, долго так не протянут. А что можно сделать, не представляют. Обвиняют и Россию, и Украину. В результате обесточивания оккупированного Крыма на двух украинских АЭС снижены мощности производства электроэнергии. Речь идет о Запорожской и Южноукраинской АЭС, которые теперь вырабатывают на 500 мегаватт электричества меньше, чем до подрыва электроопор на Херсонщине. Вопрос с возобновлением подачи электроэнергии должен решиться после допуска ремонтных бригад к поврежденным линиям. А вот решение о полной энергоблокаде полуострова украинские власти принять не готовы, заявляя, что отключение грозит украинской энергосистеме авариями и выходом из строя атомных электростанций. Такие же заявления звучат и от оккупационных властей Крыма. В Ассоциации Украинский ядерный форум информацию опровергают и заявляют – это не более чем миф. На самом деле снижение мощности – это абсолютно регламентный процесс, и это происходит на атомных станциях, когда есть диспетчерские ограничения. Например, в ночное время, и это было, например, летом этого года, когда вместо того, чтобы покупать по контракту с Российской Федерацией недостающую электроэнергию нам в пиковое потребление, утренние и вечерние часы, она покупалась ровным графиком, в том числе ночью. И тогда никто не говорил о том, прежде всего Украинерго, как системный оператор объединённой эргосистемы, что это опасна разгрузка атомных электростанций. На данный момент ситуация в Крыму сложная. Полуостров обеспечивается электричеством только за счёт собственной генерации, которая покрывает лишь 30% потребностей. В регионе объявлен режим чрезвычайной ситуации. Решить проблему в ближайшее время не удастся, признают местные власти. Мы считаем, что необходимо готовиться к варианту худшему, к варианту такому, что этот период продлится, по крайней мере, до момента, пока будет первая линия энергомоста проложена через Керченский пролив, а то есть 22 декабря. Правительством ещё раз в Российской Федерации все шаги предпринимаются для того, чтобы подать электроэнергию в установленном порядке. О строительстве энергомоста для обеспечения протоков энергии с российской стороны и увеличении собственной генерации на полуострове чиновники говорят уже почти два года. Сроки и планы всё время меняются. В последний раз энергомост обещали построить к 2016-му. Однако объекты крымской генерации на Таманском полуострове планируют создать не раньше 2018-го года. Поэтому срок 22 декабря, о котором говорит Аксёнов, это новое вводное, притом, скорее всего, неосуществимое, считает украинский эксперт Сергей Дяченко. Там спочатку говорили про 200 мегаватт, потім про 400, але все одно там дефіцит вдвічі більший. По-друге, поки що це розмови, ніхто не бачив тео повноцінного чи якоїсь документації. Якийсь рух у збережжі ведеться, але там замулене дно в Керченській протоці. Там з високої мовірності цей кабель може порвати навіть, якщо закріпити належним чином. Це дуже велика проблема, я так розумію, зараз фахівці в Росії думають, як її вирішити. Участники гражданской блокады Крима по-прежнему не допускають ремонтные бригады к повреждённым линиям електропередач, требуя взамен от українських властей полного прекращения поставок електроэнергії на полуостров. Мнение на этот счёт в украинском экспертному обществу разделились. Ольга Кошарная, например, поддерживает идею енергоблокады Крима. Нужно було отключати давно, два года, ну, когда началась война. Ничего с нашою енергосистемою не случится. Сергей Дьяченко считает, что украинские власти могут оказывать влияние на российских и оккупационных чиновников и без полного отключения електроэнергії в Криму. Эту идею украинская общественность пытается донести до властей с первого дня оккупации Крима. После гражданских протестов на админгранице с полуостровом удалось добиться лишь поручения президента Украины премьеру о прекращении всех торговых отношений с Крымом. Однако закон, обеспечивающий этот процесс, пока не отменён. Вопрос с блокированием поставок электричества в Крым пока на государственном уровне не решён. Договор с Россией об энергоснабжении действует до конца года. Мобильная связь Севастополя будет работать в режиме чрезвычайной ситуации неделю. Об этом сообщил начальник городского управления связи Вадим Дворяненко. По его словам, аккумуляторных батарей на 160 сотовых станций хватает на 5-6 часов работы. За 3 часа, когда по графику подаётся электроэнергия, они заряжаются только на 60%, а за следующие 6 часов работы полностью разряжаются. В таком режиме они через неделю выйдут из строя, если их не поддерживать, сообщил Дворяненко. Стоимость новых аккумуляторов для всех станций составит 50 миллионов рублей. Станции мобильной связи в промежутках между подачей электроэнергии будут подзаряжаться с помощью пяти мобильных дизель-генераторов. Также для этих целей могут быть использованы маломощные генераторы, которые в Севастополь готовы направить МЧС Ростовской области. Стационарная телефонная связь при этом работает без перебоев, так как она обеспечена автономным питанием. Напомним, из-за массовых перебоев в Севастополе введён график подачи электричества. Четыре района города получают свет на 3 часа с перерывом в 6 часов. С 1 января 2016 года Российская Федерация вводит товарное эмбарго против Украины. Это значит, что экспорт полностью прекращается. Однако эксперты настаивают, серьёзных убытков стране это не принесёт. За последние два года продажа товара в северо-восточном соседу упала в разы. А если рассчитывать, за данными 2015 года, экстраполируя поточные тенденции до конца года, то втраты складывают 130 миллионов долларов. То есть, уже даже за темпами падения этого года, можно сказать, что на следующий год уже не много, что осталось заборонять. За весь период конфликта у производителей было время на переориентацию и поиск новых рынков сбыта. Эмбарго, по словам Вероники Мовчан, не должно застать всех врасплох. По её данным, с 2014 года в Россию не поставляется молоко, сыр, алкоголь, овощи, рыбные консервы, курятина. Однако тяжелее всего будет машиностроительному комплексу. Основные товары, которые торговались до этого, это, в первую очередь, продукция машинобудования, частковая химия, частковые метали, текстиль. То есть, в принципе, у нас была достаточно разнообразная торговля. Найчутливейшим до втраты российского рынка является продукция машинобудования, потому что эту продукцию сложнее переориентировать на другие рынки. В первую очередь, переориентация будет происходить на внутренний рынок. В общей сложности в Россию поставлялось не более 1% всех товаров, которые произведены в Украине. Но Вероника Мовчан настаивает, потеря любого рынка сказывается негативно и на производителях, и на экономической устойчивости страны. Для этого важно как реорганизация и перепрофилирование, так и тесное сотрудничество с международной организацией торговли. Действие РФ, по ее словам, незаконное. Ци всі заходи зараз поступово перейшли, всі ці суперечки з Росією зараз поступово переходять в площину світової організації торгівлі. Украина, ну, після двосторонніх консультацій не отримання документів від Росії, спочатку висловлювала специфичні торговельні занопокоєння в комітетах відповідних світової організації торгівлі. Це комітет з СФЗ і комітет з ТВТ. І зараз, буквально кілька тижнів тому, Міністерство економічного розвитку і торгівлі передало першу заявку на організацію групи експертів, тобто на формальний початок механізму регулювання суперечки з Росією. Якій буде відповідь України на ембарго Росії, поки неизвісно. По мнению економічних експертів, країна може в односторонній порядці поднять таможенний збор із товаров, які заводяться з території РФ. Це не буде противоречить правилам игры Міждународній організації торговли. Міждународній організації